Дело полковника Головатова Уже давно литовские власти ведут международный розыск участников событий 20-летней давности. На их задержание выданы европейские ордера. Биографию Михаила Головатова и его шансы избежать наказания изучил наш коллега Егор Низамов. Егор? Спасибо, коллеги. Михаил Головатов в Латвии считается едва ли не главным фигурантом дела о штурме Вильнюсского телецентра. Его уже давно хотят видеть там на скамье подсудимых. Но командира спецподразделения, хоть даже и бывшего, поймать, как понимаете, не так легко. В октябре прошлого года генпрокуратура выдала общеевропейский ордер на арест Голованова. И когда стало известно о его задержании в аэропорту Вены, литовские власти тут же отреагировали и выслали в Вену материалы почти 20-летнего расследования. Для Вильнюса это был момент истины. События 13 января 1991-го там воспринимают как настоящую войну за независимость со своими героями и предателями. К тому моменту Литовская республика уже де-факто отсоединилась от Советского Союза и не принимала никаких указаний из Кремля. Несколько месяцев в государстве сохранялась двою власти, но все решения принимал глава Верховного Совета Витутас Ландсбергерс. Однако в начале января в Литву были переброшены бойцы спецподразделения Альфа, Псковской дивизии и других частей. Вооруженные автоматами войска на танках вошли в Вильнюс и взяли под свой контроль несколько зданий. Телефонный узел, например. Башни телецентра вышли охранять несколько тысяч человек и 13-го числа десантники и бойцы Альфы взяли ее штурмом. Ими как раз и командовал Михаил Головатов. При этом 14 человек погибли. Здесь данные разнятся. Кто-то говорит 12, кто-то говорит 14, кто-то и больше. Что именно произошло в тот день до сих пор не до конца ясно. Бойцы Альфы, например, уверяют, что заряжали оружие холостыми. Михаил Горбачев после протеста европейских государств предпочел вообще от всего откреститься и заявил, что никто из Кремля не отправлял войска в Литву. Как бы то ни было, литовские следователи для себя все разъяснили. Они установили виновность 23-х человек. Среди них советский министр обороны Дмитрий Язов, председатель КГБ Владимир Крючков, члены литовского ЦК и, конечно же, сами исполнители, то есть бойцы и командиры Альфы. Поэтому, когда в руках австрийских пограничников оказался Михаил Головатов, Литва сделала все, чтобы добиться его экстрадиции. Однако Австрия продержала подозреваемого под стражей меньше суток, а потом дала ему свободно вылететь в Москву. Этим она, конечно, вызвала гнев литовских властей и извительные комментарии политологов. Ну а Вена объясняла свое решение тем, что литовский ордер на арест на имя Головатова был заполнен как-то неправильно и не давал, собственно, повода для ареста. Есть неподтвержденные данные о том, что в освобождении Головатова активно участвовал российский МИД и прокуратура. И названный источник Министерства иностранных дел, например, рассказал коммерсанту, что в Вену отправляли демарши, в которых дело Головатова называли политизированным. Они это проанализировали и сделали вывод, цитирует издание своего источника. Спасибо. Это был наш обозреватель Егор Низамов. А у нас на прямой связи Денис Тарасенко, зам главного редактора «Литовского курьера». Денис, вы слышите нас? Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Денис, пожалуйста, расскажите, как реагируют пресс, политики, простые граждане на невыдачу Головатова в вашей стране? На самом деле, сегодня в Вильнюсе, лично у меня на памяти, это такой второй случай. У нас была несколько лет назад достаточно скандартная история с тюрьмами ЦРУ секретными. И вот это вот, пожалуй, такой же настолько громкий случай, когда эмоции, они просто идут через край. И наши политики, власти сегодня, в общем-то, соревнуются по поводу того, кто более жестче отреагирует на вот те события, которые начались в четверг, пятницу и закончились в субботу. И, в общем-то, сравнивается с тем, о том, что, а как, собственно, Европа бы реагировала, если бы завтра был бы отпущен Радко Младич? Это сказал министр иностранных дел Литвы Аудронис Ажубарис. Его коллеги по ритовскому парламенту говорили еще более жестче о том, что было бы, если бы точно так же пойман и был бы освобожден Осама бин Ладен. То есть, на самом деле, все закончилось стихийными митингами около посольства Австрии. И, в общем-то, среди такого почти мертвого летнего сезона, вот это событие, которое произошло, оно так вот внесло такую струю. И, на самом деле, это, конечно же, главная тема сейчас как для журналистов, так и для обозревателей, политологов и всех остальных. Денис, а вообще готов Вильнюс конфликтовать с Европой? Все-таки это нетипичный случай? Это нетипичный случай. Сегодня это было названо опасным прецедентом. Это, опять же, сказал глава МИД Литвы. Потому что, в общем-то, литовская страна настаивает на том, что все процедурные моменты были исполнены идеально. То есть, если, вот, скажем, совсем уже дотошно говорить, то только 14-го числа Головатов был задержан в Австрии. Значит, и 15-го числа в 10 утра Литва получила вот это вот заявление о том, что, в общем-то, Головатов задержан. И австрийская страна просит дополнительной информации. И уже 15-го же числа, то есть в этот же день, в обед, по утверждению литовской прокуратуры, абсолютно вся информация не только на английском языке, но и переведенная на немецкий язык, была передана австрийской стране. Причем и по электронной почте, и по факсам, и по системе единой шенгенской зоны, когда, вот, в общем-то, ищут преступников. И якобы, по утверждению литовской стороны, в общем-то, ну, больше сказать нечего. То есть, сказано абсолютно все. И дело действительно давнее. Там оно содержит какое-то безумное количество томов. И вот эта вот выжимка, она была отослана в Вену. И есть подтверждение, что они все это получили. И 16-го числа в 5 утра, в 39 минут, вдруг появляется у литовской страны известие, официарное сообщение австрийских властей о том, что задержание Головатова не было продрено из-за нехватки информации. И он отпущен на свободу. Собственно, сейчас вся суть в том, что как могло не быть информации, если по утверждению литовской страны, литовских официальных властей, ну, информация была просто исчерпывающая. Вот на этом зиждется вот этот вот прецедент и непонимание литовских властей о том, как так это произошло. Сейчас же посредствия могут быть самые разные. Сегодня в полдень у нас было, в общем-то, сегодня было много экстренных совещаний. И было совещание у президента Литвы с присутствием, и представителей прокуратуры, и спецслужб, и Министерства иностранных дел. И в полдень было совещание уже в парламенте, комитета по международным отношениям, где, в общем-то, рассматривалось два текста резолюции. Один очень жесткий, там, где предлагалось не просто разорвать отношения с Латвией, с Австрией, извините, или заморозить их, а в том числе и стремиться наложить некие политические санкции и отстранить Австрию от управления различных процентов в Евросоюзе. Ну, чем закончится эта история, еще покажет будущее. Ну, вот сегодня достаточно такой был эмоциональный день. Спасибо. Это был Денис Тарасенко, замглавного редактора Литовства. Продолжение следует...